Доброе утро. Для кого-то добрый день, друзья. И снова мы с Дмитрием Абзаловым в этой передаче, которую мы называем «Отражение недели». Дим, кстати, надо подумать, какой-нибудь ребрендинг сделать, назвать передачу какую-нибудь поприкольнее. «Отражение недели»? Ну, мы, по крайней мере, так вызовем. Я говорю про то, что можно назвать «Фарсайт» какой-нибудь или там, не знаю, «Саммер» или что-нибудь типа «Что как». Не, ну, на самом деле, по факту, это какие-то итоги. Но назвать так программу просто и прибить себя гвоздями к телеку. Ну, короче, давай ее назовем «Почем вы, девушки, красивых любите». А дальше будем... Давай сразу же абзац выпадем в YouTube, чтобы было здесь речь читать. Не говорились. Нет, короче, надо делать, правда, ребрендинг и что-нибудь придумать. У нас скоро уже 40-ая передача. Да-да. Сейчас все будет как бы в рюшках там и будут танцевать как бы эти японские аниме, да. Кстати, хорошая идея. Итак, сегодня вечер пятницы, 24 сентября. Вот. И мы вместе с Дмитрием с вами. Дим, ты знаешь, я уже устал говорить о том, что какая интересная была неделя, но неделя правда была интересная. И очень много знаковых событий. Я думаю, начнем мы с тобой с Америки, с ФРС. Как известно, Федеральная резервная система наконец-то разродилась. Товарищ Павлов сказал, «Други мои, думали мы думали и, наконец, придумали». В итоге мы решили, что тейпинг, конечно, быть, но не сейчас, а чуть потом. Это, как говорится, ты меня полюбишь, но потом. Я тебя полюблю, но потом, если захочешь. Вот. Захотеть, видимо, он планирует где-то с ноября. Опять же, если получится. Ну, всякое бывает, ты же понимаешь. Вот. И захотеть он планирует, если все параметры, показатели будут нормы, а именно показатели инфляции, показатели безработицы. Вот. Важно, если уже без шуток, то важен тот момент, что Павлов четко и однозначно обозначил, что, дорогие друзья, мы планируем эту эпопею начать в конце года, скорее всего, в ноябре, и закончить ее где-то в середине следующего года. Это первое, что мы получили. Это факт. Тема номер два, которая, опять же, достаточно важна для нас, подъем процентных ставок. Намек был на то, что, скорее всего, процентные ставки ФРС начнет поднимать в 2022 году, но в самом конце, типа в декабре. А может быть, в январе 2023. Но смысл такой, что это будет не в 2024 году, не в 2023, а, возможно, в конце 2022. Это уже серьезно. Казалось бы, рынок должен был быть расстроен. Ничего подобного. Рынок попрыгал туда-сюда, подумал, решил, что, в принципе, все и так неплохо, и полетел дальше наверх. Полетел наверх. Золото, полетели драгметаллы. В общем, вроде как все было неплохо. Ну, и вопрос вот какой. Смотри, да. Кстати, еще интересный момент по поводу конфликта интересов. Здесь я просто умер. Провел ФРС-расследование и выяснил, да, нехорошо. Есть конфликт интересов. Оказывается, ряд товарищей нагло и цинично покупают активы, которые одновременно с этим покупает сам ФРС. Ну, вообще, если серьезно, то я, честно говоря, не понимаю. В Европе это дело посадочное. То есть у тебя полный конфликт интересов. Ты регулятор. И одновременно ты покупаешь те же активы. А здесь Пауэлл сказал, ну, как-то нехорошо, ребята. Но ты знаешь, почему? Потому что среди тех, кто покупал эти активы, был, ба-бам, товарищ Пауэлл. Он самый. Он сказал, надо ввести как-то этические нормы. Наверное, действительно надо продать. Ну, правильно, ребята проехались. Можно уже и продать спокойно. Вот. Ну, и еще один очень важный момент. Вот я читаю, что ФРС опубликовал точечный график анонимных индивидуальных оценок, показывающий, где каждый из 18 членов ФРС сможет предсказать, что будет процентная ставка. У них же там все сложно. У них собрались 18 молодцов и девушек, и как бы все они 18 решают. То есть и в этот раз, если раньше было, соответственно, 7 человек, которые говорили, что надо поднять ставку в следующем году, то теперь уже 9. Такое, значит, короче говоря, полнующая демократия. Но, с другой стороны, хорошо, что президент им не указ. Вот интересная штука. Что мы на это скажем, дорогой товарищ Дмитрий? Ну, во-первых, было бы забавно, если бы он продавал то, что продавал ФРС. Вот. Также, кстати говоря, достаточно забавно, что большинство регуляторов, я так понимаю, ну, в крайней мере, у которых есть счета, они, скорее всего, покупают то же самое, что покупает ФРС. Периодически. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, конечно, очень забавно. Надо понимать, что в США одна из самых действительно жестких торговлей, за инсайт, между прочим. Вот. И там, кстати говоря, людей сажают, наверное, несколько пожизненных за это. Вот. Понятно, что вопрос еще заключается в том, что почему обычно предъявляют ему претензии, собственно говоря, прокуратура. Так, между прочим. Причем самое забавное, что в Нью-Йорке есть даже отдельное направление, которое этим занимается, как известно. Вот. И, собственно говоря, вся хуженая прокуратура в Нью-Йорке, в принципе, занимается в основном именно финансо-экономическое расследование, собственно говоря, вот, за редкими исключениями. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, конечно, это очень забавно. Но, что касается продажи. Понятно, что рынок готовит. Готовит постепенно. Следующий бюджетный год начинается в октябре, 1 октября. Соответственно, к этому времени уже сейчас на активную базу принято фактически. То есть там допринимается, доносит до конца, вот, доголосовывается фактически там оборонный бюджет. То есть, в принципе, все основные документы к началу, полноценному началу, соответственно, года готовы. Я так понимаю, в новом политическом сезоне, который в США открывается в октябре, бюджетный, скажем так, готовят именно такую, как, собственно говоря, и планировалось, небольшую посадку, скажем так, коррекцию, именно как раз в горизонте первого квартала, вот, с последующим отскоком, отпрыгиванием во второй, третий квартал, что, судя по всему, будет происходить. То есть, собственно говоря, как бы у нас энергетика, потом, соответственно, отпрыгивание весной по заключению контрактов. Я так понимаю, что почему-то ФРС исходит из того, что ситуация восстановится после окончания эпидсезона весеннего. То есть это у нас примерно май. Вот. Предполагается, что именно на этот, как бы, май-апрель делает ставку ФРС, большой для вероятности. Поэтому я думаю, что, в принципе, то, что мы планировали, оно так и происходит. Просаживание на середине года, вот, соответственно, отскок, вот весенний, ну, который ФРС, конечно же, планирует с выходом, соответственно, хорошие результаты по итогам лета, да, осенние, соответственно, промежуточные выборы. Все было бы хорошо, если бы не один момент. Во всем этих наших рассуждениях. Смотри, насколько я понимаю, одновременно со всей этой процедурой обсуждается большой и серьезный план, а именно план инфраструктуры. Дело в том, что мы же прекрасно с тобой понимаем, что в Америке инфраструктура правда обветшала. Американцы ездят по старым дорогам. И даже, скажем, тот же самый Нью-Йорк не может похвастаться хорошими дорогами. А ты давно в Нью-Йорке был? В прошлом году, по-моему. В прошлом? Ну, я тоже там иногда бываю. У меня младшая дочь фаната Нью-Йорка вообще. Папа, хочу Нью-Йорк, не мой любимый город. Нью-Йорк разный. Короче. Очень разный. Я сам не знаю, что Нью-Йорк очень хочет. Не, в Кьюнс она не хочет. Ей Манхэттен нравится. Короче. Ну, конечно. Ну, я понимаю, да. Вот так я говорю. Губозакатную машину покупай. Короче. Идея такая. Я, кстати, Нью-Йорк терпеть не могу. Не знаю. Ну, не люблю вот эти вот перпендикулярно, параллельно. Это называется решетка. Ну, да. Вот не люблю я эту решетку. Знаешь, мне нужно чего-нибудь такой вот улицы. Кринь улицы. Вот это наша. Ну, да бог с ней. Ты знаешь, я первый раз, когда очутился в Нью-Йорке, кстати. Знаешь, первый раз в жизни, когда очутился. Я, москвич, которому все это понятно и знакомо. Сам городской житель. Знаешь, я как-то вылез из метро. А я, в принципе, решил поехать в метро из аэропорта. Прям приехал. Это отдельная история путешествия через все эти районы. Вот. На метро. Ну, да ладно. Приезжаю. Смотрю эти все небоскребы. Это значит, мне как-то стало неуютно. Но я же россиянин. Я нашел тот же выход. Я пошел, нашел пап. Там было хорошее пиво. Две-три кружки пива, и уже Нью-Йорк пошел. Все было нормально. Вот. Но ты знаешь, вот когда ты находишься в Нью-Йорке, ты видишь вот эту действительно инфраструктуру. И старое метро. И ты знаешь, вот едешь на Брайтон, и это что-то жуткое. Помнишь вот это вот, как из фильма? Вот как едет там метро, и все сотрицается. Тадам-тадам. Оно не глубокого залегания. С формальной точки зрения. Во-первых, да. Но, во-вторых, это проходило воверху. Там до сих пор соответствуется устава инфраструктуры. То есть они даже когда раскапывают его... На самом деле метро в США — это не самая большая гордость, честно говоря. Даже по сравнению с Парижем, которая тоже очень специфическая. То есть там инфраструктура очень извешна. Причем самая особенность заключается в том, что она именно в государственной части извешна. Это школы. Именно средняя школа, которая охватывается на государственном балансе. Это муниципальные дороги, ну, в нашем понимании, муниципальные дороги штатов. Дороги штатов. Очень недофинансированы. То есть на самом деле как бы мосты, вот классический пример — это мосты. Если кто-то хочет узнать качество дорог, посмотрите, мосты. В Нью-Йорке их даже нормально починить достаточно сложно, потому что альтернатив там крайне мало, мы знаем. Поэтому с этой точки зрения как бы это очень большой объем. И плюс ко всему надо понимать, что это сразу же очень большие контракты. То есть это большие контракты, очень дорогие контракты. И, как правило, соответственно, с очень хорошей занятостью сезонной. Поэтому мы все прекрасно понимаем, что это, например, 3-5 миллиардов — это денежные средства, которые, в отличие от нашего бюджетного правила, они приходят не в конце года навесом, в декабре, а они примерно через несколько кварталов уже, ну, через квартал примерно уже находятся на рынке. То есть из деньги, которые реально поступают сразу. Так вот смотри, к чему я об этом заговорил. Сейчас обсуждается инфраструктурный план. И все это пойдет и на метро, и на эти дороги, и на эти дамбы, которые тоже, кстати, обветшали. И, кстати говоря, на дамбы против наводнений. Ты ж пойми, в конце концов, Бушу стоило карьеры, собственно говоря, тот факт, что крокодилы поели людей. Ну, ты помнишь, что было? Ну, следует отметить, что до сих пор в Луизиане, то есть вот в Южном округе, есть территории, на которых люди не живут, потому что там произошло затопление. То есть до сих пор, вот до сих пор, спустя там 10 лет плюс, ну, 15 практически, не ликвидированы последствия полностью от Катрины. Поэтому с этой точки зрения, а таких историй очень много, и дальше, все Южное побережье будет подбегаться более серьезному воздействию. И понятно, что только на это накрепление требует очень серьезное финансирование. Морально. Демократы требуют на это деньги, и, в общем-то, справедливо. Действительно, инфраструктура обветшала. Теперь требуют они... Триллионы, мы уже согласовали. Они требуют еще 3,5. Даже если они получат... Там много лишнего, неважно. Даже если они получат 2,5. Ты понимаешь, какие-то гигантские деньги. И ты понимаешь, что все эти деньги пойдут в экономику, пойдут в финансовый сектор, пойдут куда угодно, в заказы, подряды. И, скажем так, в кошельке рядового американца прибавится денег. Кстати говоря, на бедные районы, на школы и прочее. Но это означает, что действительно все это будет выбито. То у демократов нет шансов избраться. У них все будет хорошо. И Байдена забудет этот выход из Афганистана, и Ирака, и чего угодно. Это вообще неважно будет. Важно, что все будет хорошо, потому что американец будет себя чувствовать вполне счастливо. Мне кажется, здесь основная проблема. Вот смотри, ты абсолютно прав как раз в рамках своей концепции. Когда деньги придут в стройку? Когда у нас стройка начинается? У нас стройка начинается весной. То есть весной, собственно говоря, эти денежные средства, этот вал придет в экономику. Начнутся инфраструктурное строительство не зимой, оно начнется весной. Ну, собственно говоря, как раз май. Нет, подожди, подожди. Они не знают, когда строить. У нас, например, в Москве строят только весной, а зимой. Точнее, не строят, а дороги переходят. Дорожное инфраструктурное строительство по правильной схеме как бы. Ее, кстати, в разные ситуации можно строить, но вопрос другой получается. У них, естественно, это весенний контракт. Вот весной, когда эти контракты придут на рынок, когда, естественно, начнется массовая стройка, плюс, ко всему, школы они будут обновлять летом, когда там не будет, соответственно, спортзал и все остальное, инфраструктура действующая, они будут обновлять летом. То есть у них основной массив этих денежных средств, включая АЭС, на самом деле, придется именно на весну и лето. То есть они делают следующее. Специально просадка идет первый квартал, потом, соответственно, буст происходит именно с второго квартала. Лето, пики, выходим, соответственно, избирательную кампанию. Вот в чем задумка Байдена. Собственно говоря, по этой схеме... Нет, задумка была хорошая. Вопрос, как она реализуется. Вопрос в том заключается. Здесь есть несколько неизвестных. Первое – коронавирус. Непонятно, соответственно, какие локдауны. Если будут бустеры каждые полгода, соответственно, это будет дополнительным раздражающим фактором. Второе – Китай. Веселый, добрый Китай, о котором мы сейчас еще поговорим, который, естественно, является основным дэмэдж-дилером. То есть он на самом деле своими действиями на самом деле разрушает это планирование как таковое. Третий момент связан с тем, что есть еще различные постмажоры экономического характера. То есть, грубо говоря, проблема долгов, которая присутствует. То есть на самом деле против этого сценария, который есть сейчас у том, грубо говоря, администрации, играет много разных факторов. Но в целом они будут идти именно по нему и пытаться как раз срезать все альтернативы. Но вопрос вот в чем. Республиканцы поняли, что если согласуют демократам все эти выплаты, то демократы на 90% победят во всех этих промежуточных выборах. Там особенность заключается в следующем. Пробежуточные выборы идут в конкретных округах, в конкретных территориях. И там такая особенность существует, что у них повестка не одна. То есть есть территории, для которых важна миграционная составляющая, которая сейчас осложняется. Есть территории, для которых важна энергетическая составляющая, которая сейчас осложняется. То есть на самом деле, даже если республиканцы не против соединения инструктурного плана, они против того, что в этот инструктурный план зашивают разные другие вещи. Типа, например, программы поддержки, например, ренты. Это чисто электорат демократов, республиканский это плохо относится. Или, например, программы поддержки миграционной составляющей этой части. То есть на самом деле борьба идет за внутреннюю часть. Но, естественно, демократы бы с удовольствием поставили палки в колеса. Просто вариантов нет. Сейчас они уже на самом деле объявили свою позицию. Уже не будет концерта, судя по всему, межпартийного. И придется, соответственно, демократам самостоятельно выносить эту историю. Но инфляция, которая будет подниматься, рост стоимости на стройматериала, через который мы все дружно проходили в этом году, все это республиканцы будут валить демократов. Поэтому с этой точки зрения, как бы, у республиканцев еще остались позыри. Они их будут использовать. И любая ошибка, которая будет происходить, это, конечно, будет серьезной составляющей. Естественно, все через год забудут это в Афганистан. Поэтому с этой точки зрения демократов сейчас важно перехватить повестку. Да, у Байдена есть токсичность. Но все будут смотреть на внутреннюю составляющую, на цены, которые есть в магазинах, на, соответственно, благосостояние и на рост экономики. Ну, то есть, грубо говоря, на рабочие места конкретного человека. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, США будут именно на эти позиции ориентироваться, а все остальное будет не очень важно. Вот. Республиканцы, соответственно, будут играть против этой повестки. Но мы это все прекрасно видели, собственно говоря, как каждый векторальный цикл. Хорошо. Но, скажем так, рынки пока послушали внимательно, посмотрели и восприняли заклинание товарища Павла очень неплохо. Живые индексы полетели наверх. По крайней мере, два дня очень неплохо летели. Бог с ними, будем следить дальше. Я думаю, что к ноябрю коррекция какая-то будет, но сейчас мы не об этом. А сейчас я вот о чем. Одновременно с этим практически на следующий день палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет объемом 780 миллиардов долларов. Ну, нормальный такой оборонный бюджет, что-то мелочится. Почти триллион. Пушечки, самолеты, игрушечки всякие. Нормально. У некоторых такие ВВП, между прочим. Да, я знаю. Размером самогонный аппарат. Хороший такой. Хороший ВВП в смысле хороший объем оборонного бюджета. Но американцы затейники большие. Вместе с оборонным бюджетом они туда же зашивают еще разные вещи, которые можно запихнуть. В частности, они запихнули туда санкции против России. В частности, против российского внутреннего и внешнего долга. Ну, прежде всего, речь идет о внутреннем долге. Новые ограничения касаются и Северного потока-2. То есть, как Байден не обещал Путину, что все будет хорошо. Включили. Санкции против 35 россиян за нарушение прав человека. Включили. Ну, и, наконец, Соловьев сказал, что, если что, кстати говоря, он тоже там, то посидит в Москве. И вообще в гробу он видел у белых тапчиках эту Италию. Ну, молодец. Я думаю, итальянцы рыдают и плачут. Вот. Но бог с ним, Соловьев. А проблема в том, что по нам действительно всерьез может ударить часть, которая касается российского долга. Казалось бы, ну чего, ну запретили уже американцев покупать новые на первичных торгах. Но боль на выдумке хитрая. Российский банк выходит на первичные торги, покупает, там, я не знаю, долгов, например, на миллиард рублей. После этого он берет, там, не знаю, там, полбазисного пункта, чуть-чуть, и перепродает это дело американцам. Они уже купили на вторичных торгах, на вторичных. Вопросов нет, вопросов нет, все хорошо. Вот эту лазейку, насколько я понимаю, и хотят закрыть. То есть не дать возможность России, собственно говоря, брать деньги у иностранцев. И неважно, это будут первичные торги, вторичные торги. Рынок в новостях немножечко расстроился, но не сильно. И потерял где-то примерно 10-15 базисных пунктов. Это немного. Имеется в виду, что выросли немножко доходности на эту величину, ну и, соответственно, немного упали цены. Еще раз чуть-чуть упал индекс RGPI. Это индекс российских облигаций внутренних. Ну, казалось бы, ничего трагичного. Но во всей этой истории есть одна, как говорил Борис Николаевич, загогубина. В чем она? А заключается она в следующем. Действительно, старые выпуски иностранцам можно торговать. Более того, старые выпуски, если бы они сказали, что запрещено держать, вообще запрещено в принципе держать, то тогда бы это был страшнейший удар, действительно, по нашему внутреннему долгу, потому что тот же BlackRock, который держит на огромные суммы, да и другие ребятки, американцы, они вынуждены были все это продать по достаточно дешевым ценам. Сейчас их никто ничего не заставляет. Просто им говорится, ребята, больше вы не имеете права торговать внутренними долгами российскими, новыми. Ну, мелочь какая. Проблема в том, что сегодня, как я понимаю, времена хорошие. Времена, когда много денег. Что будет, когда ситуация изменится и будет потребность действительно в деньгах, и нам придется, как по идее, чуть-чуть распоряжаться своими ресурсами самостоятельно. Братья китайцев помогут? Ну, не знаю. И то, что GQ, то есть, иначе говоря, кривая доходности наших облигаций немножечко приподнялась, ну, ладно, пока все это как бы в рамках приличия, чего страшного. Что будет потом? Вот что ты думаешь на этот счет? Смотри, на самом деле США думают долгосрочно. Вот, и, соответственно, игра против программного обеспечения, игра против, например, положим, тех же самых технологий в офшорном бурении. Это все истории над долгую. В чем замыслил сейчас того, что происходит? Дело в том, что в этом году на сверхдоходы более триллиона, мы все это прекрасно понимаем, цена на сырьевые товары активно растет на фоне, соответственно, влитых денежных средств, на фоне, соответственно, восстанавливающихся то, что вообще в Китае. Через год, когда ситуация плюс-минус стабилизируется, и через два мы получим свои законные 1-2% роста ВВП. Ну, может, три там какую-то наклюнется. Вопрос будет в другом. Но это вряд ли. Это маловероятно, я бы сказал так. Даже именно ЭКО с этим согласен. Вот, у нас восстановительный рост закончится, идем дальше. Что будет происходить? В ближайшие два года нам потребуется колоссальное количество денежных средств для того, чтобы модернизировать экономику. Под, соответственно, новые зеленые стандарты, которые Европа уже будет вводить в любом случае. А иначе им придется платить налоги. Так, точно. Чтобы вписаться в многих углеводородных требований, необходимо будет делать следующие вещи. Необходимо будет, соответственно, модернизировать металлургом. То есть у них инновационный цикл заканчивается, а следующий инновационный цикл потребует серьезных модернизаций. Химиком, ряду других, соответственно, игроков придется перенаправлять, соответственно, повышать уровень, так сказать, зеленой составляющей. Вот, все это требует серьезных инвестиций. Я целый инвестиций за собой фонд сделал. То есть я по делению уже, все. Ты в тренде, когда такой был. Вот, проблема заключается именно в том, что это попытка забрать потом денежные средства. И эти денежные средства корпоративным организациям, корпоративные облигации, они будут размещаться на внутреннем рынке, прежде всего. А как будет внутренний рынок переваривать корпоративные облигации, если государству закроют внешний рынок? Или ограничат его? Он будет пылесосить внутренний рынок. И это будет делаться, как делается сейчас. Как сейчас существует наша облигационная система? Она существует именно за счет банков, финансовых организаций. Они могут использовать, соответственно, этот инструмент для того, чтобы с ним работать. Кстати говоря, он является залогом, помимо всего прочего. То есть ты берешь, покупаешь себе облигации, а потом делаешь с ним все, что хочешь. Но если государство будет через, соответственно, систему, там, Госбанк и все остальное массово закупать облигации, то вопрос будет заключаться в том, что опыль сможет ли переваривать рынок еще и частый сегмент. Да, положим облигации Сбера, например, Северная Газпрома, там, условно говоря, ничего не грозит. А вот, например, какой-нибудь Русал, НЛМК, например, или Мечил, который решит обновиться. Что они будут делать? Откуда они будут забирать денежные средства? То есть где у них, соответственно, составляющая? Это попытка подорвать в будущем вот эту, соответственно, внутреннюю ресурсное развитие. Потому что пока у государства есть, соответственно, дополнительные доходы, и пока, соответственно, ФНБ достаточно эффективно их держит, ситуация плюс-минус стабильная. А когда доп. доходы уйдут, когда, соответственно, мы вернемся к новой нормальности, так сказать, в этом смысле государство будет занимать на внутреннем рынке, таким образом выдавливая с него корпоративный сегмент частый. И частому сегменту придется как минимум дороже занимать те же самые объемы, вот, для того, чтобы, ну, либо на внутреннем рынке, либо как-то с какими-то дополнительными премиями, как мы знаем, страновыми рисками, на внешнем рынке. Отсюда, как бы, мораль этого процесса. Если думать о долгосрочных инвестициях, облигаций, особенно негосударственных компаний, в горизонте более двух-трех лет, здесь могут возникнуть определенные проблемы с этой точки зрения. Плюс ко всему, ты понимаешь, что чем выше, соответственно, стоимость заимствования, тем дороже стоимость обслуживания. И как, соответственно, крупные компании, у которых рентабельность и так не очень высокая в целом ряде направлений, но не сейчас, а на сверхвысоких, соответственно, ценах, когда они могут переварить любую процентную ставку по факту, а вот, соответственно, на стабильном рынке. Как они будут, соответственно, окупаться, в принципе. То есть, на самом деле, это будет говорить о том, что будет через год и через два на нашем рынке. И уже сейчас, можно будет сказать, где эти риски будут локализованы. Они будут локализованы в корпоративном, частном, облигационном сегменте. Которые более пострадают. Иначе говоря, наши корпорации, которые сегодня уже вынуждены занимать под восемь, восемь с половиной годовых, вынуждены будут занимать, по всей видимости, под девять с половиной десять. А это уже дорого достаточно. Но меня даже волнуют, ты знаешь, не крупные корпорации. У них все равно все хорошо. И даже эти полтора-два процента, иначе говоря, сто-сто пятьдесят базисных комп, которые они в итоге потеряют, к сожалению, вы должны будут платить за это. Это тоже не трагедия. Меня интересует второй-третий шелон. Относительно небольшие компании, которые сегодня позанимают по 10, 12, 13, 14 годовых. Ты понимаешь, вот им денег совсем не будет хватать. И они должны будут в итоге рассчитывать на пятнадцатую-семнадцатую доходность. То есть, понимаешь, приходят у них долги, им надо рефинансироваться. Вот сегодня пришел ко мне товарищ, говорит, слушай, мы хотим там хорошо привлечь денег под очень интересный проект. ТРПР уже привлекаем. Ну, привлекают они где-то по 12 годовых. Ну, хороший проект, интересный, очень классный. Разместили свои облигации. И я понимаю, что он уже в новых условиях будет размещаться так процентов по 14. А ты же понимаешь, 14 годовых – это какую рентабельность надо иметь, чтобы выдерживать ставку 14. Хороший запас. Ну да, так по сути своей это очень сильный удар. Согласен полностью. Так что я думаю, что то, что американцы сейчас делают, другое дело, что есть очень важный момент. Они же пока это еще не приняли. Это как бы Конгресс. А что там насчет Сената? Что там насчет подписи товарища Байдена? Ну, следует отметить, что, собственно, Конгресс у нас состоит из Нижней Палаты Парламента, естественно, и Верхней Палаты Парламента, и Сената. И СТС подписывает Байден. Я напоминаю, что против этого законопроекта, против этой части законопроекта, то есть вот этой поправкой, которая была в Сенат, которая была в основном, была картифический республиканцем. Выступала Торговая Палата США. Ну, понятно, почему. Соответственно, сосредоточена часть облигаций, все равно как бы есть какие-то проблемы, связанные с выкупом, потому что серьезный удар может произойти. Поэтому они всегда были против того, чтобы это на вторичку распространяло. Собственно говоря, изначально же в санкциях и предполагалось, что вообще на весь долг будет. Но потом, соответственно, оттуда сделали исключение. И как бы Минфин относительно выдохнул. Но что сейчас? Сейчас-то может быть еще серьезным ударом по финансовому сектору, совершенно не фронтальным, конечно, а не Китай. Но на некоторые хвосты можно будет наступить, сформулируем так. В результате начнет очень серьезная борьба. Плюс ко всему, все прекрасно понимают, что если туда будет включено позиция по Селенному потоку-2, судя по всему, то он сейчас сертифицируется в ближайшие два месяца, судя по всему. С учетом того, что есть в определенной договоренности Байдена, Путина, это, конечно, несколько переиграет всю ситуацию. И Германия не Франция. Она сразу же среагировать на это может. Тем более, что договоренности были заключены достаточно жестко. То же самое касается ситуации с Москвой. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, вряд ли Вашингтон будет серьезно ужесточать санкционную составляющую на фоне тех попыток серьезно усиливать давление на Китай. Поэтому я думаю, что в крайнем случае не все позиции, которые там были представлены, войдут в укачательный документ. Ну, дай-то Бог. Потому что, если честно, все это, знаешь, такое открывает новый этап в ящике Пандоры. Не говоришь, что открывает. Ящик Пандоры давно уже открыт. Просто это на самом деле очень сильно напоминает Трампа. Вот когда, соответственно, договоренности есть, потом приходит Конгресс и говорит, «Ребят, такое дело, все понимаем, вот всегда за, там, вот просто от сердца, но тут надо накидать». Вот. И в результате происходит ситуация. И Бадин такой, извиняюсь, еще будет говорить, «Знаете, я не хочу подписывать, вот меня заставляют. Ребят, я с вами вообще на самом деле. Ну, вот придется ввести санкции, там уничтожаешь, там терминальные, например, какие-нибудь. Ну, вот так получилось. А мы же договаривались, ну, мы пытались, ну, понимаете, Конгресс, у меня выборы». То есть проблема заключается в этом. Проблема заключается в том, что нет единой позиции. То есть, а как договариваться с американским Конгрессом, в принципе, сложно сказать, честно говоря. Хотя в США это очень, ну, это очень стульализированный процесс. Вот, по факту. Поэтому, с этой точки зрения, конечно, это очень будут большие риски, которые могут подорвать доверие на ЛАН-то сами-то плохим. Вот. А они, на самом деле, с немцами очень много используют отношения, с учетом того, что не к выбору на этой неделе. Вот. Это будет очень плохая новость, например, какой-нибудь ХДС, ХСС, который может гипотически выиграть, например, а кажется, что им сильный поток запаковали за это время, пока не там выигрывали. Вот. С подсчетом того, что 1 октября, это уже на следующей неделе. Кстати, Дим, твои ставки. Все-таки ХДС, ХСС, или же все-таки СДПГ? Кто там вообще? Ну, сейчас пока что ХДС догоняет, то есть она улучшает свои показатели, там 21-22 у них примерно. Соответственно, СДПГ теряет 26-25. Вот. Ну, а зеленые как-то там топчатся в районе 16-18. На самом деле, важно не кто-то, кто выиграет, важно то, как они в тройке договорятся. То есть даже если ХДС выиграет, например, в ХСС, СДПГ откажется с ними собираться, или, например, соответственно, зеленый откажется с ними собираться, им все равно придется отдать право формировать коалицию уже следующему. Поэтому с этой точки зрения важно не тот, кто выиграет, а важно, какие две партии согласятся войти в коалицию. Вот это самый важный вопрос. Есть гипотические ситуации, при которой они все три могут войти в коалицию, вот. Но это будет лебедь, рак и щука. Так оно так и было. То есть, например, ХДС, ХСС, СДПГ. Одна левая партия, другая правая партия. Ну, право-центритие, лево-центритие. Вот, в принципе, что-то не творится в своей демократии. Черт знает, что из Бакубантика. Нет, ну, вообще, у них 38 партий, там вообще очень весело. То есть больше 30 партий. То есть кто-то считает, что у нас там партий много, вагоны, там еще где-то 30, 30 плюс партий. Вот, на самом деле-то просто не проходит нормально. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, вопрос именно с собой кооперации и вопрос, кто какую должность получит. Кто получит министр финансов? То есть, понимаешь, министр финансов зеленый, например, и министр финансов ХДС, ХСС, это два разных министра. У них там нет какие-то партийные дисциплины. С этой точки зрения, как бы, я бы обращал внимание на такие позиции. На портфель. Смотри, почему я заговорил про Европу? А потому, что тут очень интересные события. Мы с тобой, в принципе, это дело обсуждали. Речь идет о том, что европейцы сейчас встали на дыбы, сказали, ну, французы, в первую очередь, сказали, господи, и что ж такое происходит-то? У нас американцы, наши, можно сказать, друзья лепшие, отобрали заказ, который нам разместили эти самые австралийцы. И теперь вместо того, чтобы мы-то хотели старые сбагрить австралийцам дизельные подводные лодки, а то, ты понимаешь, ядерные, можно сказать, перенос ядерного оружия и вообще ядерных технологий. Что ж творится такое? Отняли заказ, а при этом еще договорились с нашими лучшими друзьями англичанами и сделали такой союз. Америка, Англия, Австралия, ну и в будущем примкнувшая к ним Индия. Вот, а европейцы сказали, ну что они сказали, сказали, вах, а что делать? Вот, тебе не кажется, что на наших глазах меняется карта мира, меняются альянсы, меняются приоритеты? То есть, шутить об этом можно сколько угодно, хотя французы рыдают, потому что для них это огромная потеря рабочих мест, безработицы, и вообще большая проблема. Вообще-то, на самом деле, большое количество рабочих мест создавалось в Австралии на французах, но вопрос заключается в другом, что их просто оружие выдавливают с рынков. Вот, я, честно говоря, не совсем представляю, что будет с ВПК Франции, например, лет через 10-15, потому что таким образом их просто с мореп повыдавливают, а потом, естественно, из УВС повыдавливают. Вопрос еще в другом, как бы, у Франции вариантов особых, нет альтернатив сейчас. То есть, сейчас произошел разговор, вот, потом будет визит в октябре позиции. Вот, и в тех местах, в которых американцам реально нужны, например, в Северной Африке, они интерес к этому потеряли. А те места, которые им не нужны, в принципе, например, типа Китая, они интерес приобрели, поэтому с этой точки зрения будет перемещаться интерес в эту сторону. Что касается Франции. У Макрону, это неважно, как бы, с кем-то скоперироваться и создать нормальную базу под себя, потому что у него, как бы, тоже есть избирательные компании. Вот, но вопрос заключается в том, что французский ВПК, он очень сильно зависим, созависим, скажем так. Вот, и как они там собираются свою собственную вооруженную силу, например, формировать европейские, я не совсем до конца понимаю, но просто потому, что там значительная часть высшего командования в НАТО, как бы, они американцы, плюс ко всему, как бы, у них там есть технологии, которые французы, в принципе, заместить не могут. Ну, типа там, геопозиционирование нормального на спутниках, или, например, там, гиперзвук, например. Вот, мы пришли в гиперзвук, американцы идут в гиперзвук, китай идут в гиперзвук, французы тоже объявили гиперзвуки, то как-то не особо что делать происходит. Поэтому, с точки зрения, вариантов-то особо нет, и я думаю, что французам сейчас придется, если они хотят там выжить в какой-то ситуации, как-то кооперироваться вот там с немцами, с победившими уже, вот, и, соответственно, создавать какую-то более самостоятельную европейскую часть, но, опять же, все это будет работать до следующих промежуточных выборов в США. Дим, а ты не думаешь, что тем самым французам вместе с немцами просто вынуждены броситься в наши объятия? Ну, так себе объятия. В свое время была история, связанная с созданием этой европейской платформы безопасности. Была эта история? Была. Чем она закончилась? Правильно. Как-то, соответственно, это элемент давления на Байдена. То есть каждый раз в посещении наших выставок, куда президент сам пришел вдруг резко. Это, соответственно, заявление европейский, как бы, армия. Это все попытка на самом деле надавить. И мы каждый раз будем выступать в качестве так называемого черного рыцаря. То есть мы приходим, всех пугаем, вот, соответственно, как бы, на нас кидаются. Вот, со словами, смотрите, мы с ними будем дружить. Вот. Только, как бы, происходит какая-то реакция со стороны США, они говорят, ладно, хорошо, давайте договариваться. То есть мы каждый раз играем роль такого, как бы, этого бывшего, которого хочется уйти. Вот. Но никогда не уходятся, это инструмент давления. Вот такая история. Но надо так же понимать, что бывших, как бы, казалось, уже слишком много в современном мире. Вот. Поэтому проблема в том, что французам предложить реально. То есть Франция считала, что она больше всего выгодит от Брексита. Что по Франции в Германию перестит значительная часть финансовых потоков. Вот. Что, соответственно, Франция, что именно с Европейским Союзом США будут выстраивать отношения. Потому что кто такие британцы, Великобритания? Это Борис Джонсон, который, естественно, фактически британский Трамп. Ну, в его представлении. А потом оказалось, что с Европой никто выстраивать отношения не входит. Каким бы, соответственно, зеленым Макрон ем. Я напоминаю, что именно в Париже было подписано Парижское соглашение по климату. Поэтому, с этой точки зрения, это, конечно же, очень большое разочарование для французской экономики. То есть, стать новым драйвером роста, новой Индии, так сказать, в Европе, скорее всего, Франции не удастся. И Франции придет решать свою проблему, прежде всего, в Северной Африке в смысле. Дим, вот тут интересно. Ведь, в принципе, вся эта новая ось, я имею в виду Америка, Англия, Индия, Австралия, ну, понятно, что это все ось против Китая. Вот что интересно, Китай предупредил, что создание вот этой вот самой сети, а укус, усугубит гонку вооружений. Ну, а что им еще говорить? И призвал участников Альянса отказаться от ментальности времен Хаотной войны. Ну, короче, китайцы крайне стревожены. И что самое главное, ну, они, если честно, напряжены весьма. Вот вопрос не в том, что будут делать европейцы. Американцы и примкнувшие к ним с ним все понятно. Вопрос, как будут китайцы на все это реагировать? Вот мне это гораздо интересно. Вот, если ты внимательно посмотрел на то, что происходит в последнее время, ты увидел, что все жесткие заявления делает МИД КНР. Не СИИ, а именно МИД. Ну, как вы, собственно, и говорили, естественно, МИД у нас играет роль плохого полицейского в Китае. Вот если вы хотите какую-то жесткую позицию, так сказать, Хардлайн, Тавгай, вот это вот, собственно говоря, к виду Китая. Вот. Проблема заключается в следующем. Китай понимает, что будут паковать, но вопрос в том, что он сейчас пытается какие-то технологические свои цепочки замечать. Вот. То есть понимает, что это надолго, в принципе. Другое дело заключается в следующем. Его выдавливают статистических рынков. И следующее, откуда его начнут давить, это Африка. Африка для Китая крайне важна. Вот. И сейчас там происходит целый ряд решений. Судан вот сейчас происходит. Это все тоже путь. Там история вокруг Китая тоже танцы. Вот. Ситуация в Латинской Америке. То есть на самом деле как бы для Китая самое опасное это именно рынки сбыта и самое опасное для него в том числе и сырье. А Австралия была крайне важной на самом деле торговым партнерам Китая. То их ссоры. Вот. Они оттуда поставляли значительную часть там целого ряда номенклатуры, которые связаны именно с сырьем. То есть у нас там активный уголь стал закупаться и все остальное именно поскольку они поссорились с Австралией. Поэтому с этой точки зрения это очень большой как бы вызов для Китая. И Китаю необходимо кооперироваться пока не поздно. Вот. И прежде всего ему необходимо какую-то пробить во-первых дорогу в Европейский Союз. Это очень важно. Потому что мы сейчас ее пытаются закрывать. Вот. Иран, Афганистан. Это, кстати, очень перспективная ось, которую, естественно, Китай начинает использовать. Второй очень важный момент. Ему необходим со стратегическими партнерами военного плана. Китаю необходимо еще как минимум лет пять, чтобы дойти до уровня США. Вот. Они быстро идут. Поэтому с этой точки зрения им надо выигрывать время. Прежде всего и еще не получить внутреннюю валюту, так между прочим. Поэтому с этой точки зрения я бы сказал, что Китай будет ужесточать свою позицию и будет пытаться какие-то действия предпринимать. И если кто-то, например, пытается понять, кто будет вмешиваться в следующие прожившие выборы, больше всего в этом затяжении, что он Китай. Ему крайне важно получить, например, в Сенате, предположим, хотя бы республиканцев. Да, это разные позиции, но внутренняя борьба более выгодна Китаю, чем консенсус по вопросу Поднебесной. Смотри, если мы, кстати говоря, перейдем к Китаю как раз, то тут очень интересно. Китай, да, очень жестко реагирует на все и принимает очень интересные моменты, очень интересные решения. Во-первых, все это совпало к несчастью для Китая с возможным очень серьезным банкротством. Более того, китайцев предупредили, что, ребята, готовьтесь к этому банкротству, регулятор занимает довольно жесткую позицию. Судя по всему, спасать откровенно не будет. Я говорю про компанию Evergrande, самого крупного в мире застройщика, у которого долгов всего ничего, 300 миллиардов долларов. Мелочь какая. Это действительно огромные долги. И, судя по всему, Evergrande не в состоянии рассчитаться. Китайский, как я говорю, уже регулятор предупредил всех, что, ребятки, готовьтесь к банкротству, ничего не знаю. То есть, типа, помогать не буду. Но что сделал, тем не менее, китайский регулятор? Первое. Начал впрыскивать ликвидность. За четыре дня они влили в экономику порядка 50 миллиардов долларов. Слушай, это солидно. Это действительно крупно. Называется игра в противофазу. Да, это игра в противофазу. Во-вторых, еще не совсем понятно. Ты знаешь, там очень интересная история. С одной стороны, я просто внимательно посмотрел, с одной стороны они вроде как не будут спасать, а с другой стороны они вводят туда временную администрацию, которая, знаешь, за чем следит? Не за расчетами с кредиторами. Нет. Следят прежде всего за тем, чтобы рассчитывались именно за теми, кто заказал жилье. чтобы все поставки по жилью были нормальные. Понимаешь? Это называется плавная посадка. То есть их основная задача заключается в том, чтобы он обанкротился, но чтобы это произошло как можно менее мягко и низкочкообразно. То есть на самом деле, проводя аналогию с Лемон Бразерс, это введение внешнего управления, задачей которой является минимизация соответственно эффекта системного. То есть на самом деле это вопрос, чем Лемон Бразерс, как финансовая организация, это часть строительной организации. То есть их основная задача прежде всего не посадить потребителей. И они уже готовы к этому, они готовы соответственно к продаже. И в отличие от Лемон Бразерс, там реальный актив. То есть их можно реально раскупить. У них есть стоимость фактическая. Плюс-минус. Да, но тут вопрос же, Дим, подожди, подожди. Ну тут вопрос в одном. А главное дело, что такое недвижимость? Ты ее продаешь сегодня, вот сейчас тебе надо парить долги. Извиня, стоит две трети от своей реальной стоимости или нереальной. Тебе можно ее продать в течение трех лет. Это другая картинка. Это понятно. Просто вопрос в честь в том, что там есть реальная физическая составляющая. То есть там можно ввести постепенно в процесс продажи или, соответственно, купирование либо, соответственно, введение заложников. То есть на самом деле там есть что закладывать в принципе. Понятно, что это будет потеря стоимости. Понятно, что это будет, соответственно, до двух трети. С тобой согласен. но там есть активы физические. Это первое. Второе место, естественно, Китай проходит систему как бы именно такого управляемого банкротства. И за этим будет политическая система в Китае отличаться от политической системы в США. То есть США спасало всех, кроме Лемон Бразерс. И были многие заинтересованы в том, чтобы его убить. Из всех инвестиционных компаний в то время умер только он. Всех остальных спасли. Ну, по крайней мере. Ну да, Тимоти Гайт нам передает привет пламенный, соответственно. Из Bank of New York он, соответственно, там поспособствовал, так сказать. Но фактически там была критическая масса игроков, которая хотела, чтобы он упал. Просто у нее был системный эффект. Сейчас идея заключается в том, что Китай показывает, что мы можем посадить компанию, даже самую крупную, правильно ее провести через банкротство за счет системы. Вот это вызов на самом деле Пекину. Если это приведет к серьезному сбою, к системным проблемам в экономике, ко всему остальному, это будет прямой удар по силе. Если же, соответственно, это будет правильно проведено, инвесторы поймут, что даже из крупных компаний можно выйти. То есть это как раз отличает США от Китая. То есть интересно, как бы в чем разница между ними будет по факту. При том, что это разные отрасли. И поэтому я бы сказал, что здесь специально китайцы взяли и принципиально банкротят Мегрейт для того, чтобы показать, что они готовы делать то, что не могут делать американские коллеги. Они целенаправленно эту позицию взяли. Они слегка могли его спасти на самом деле. Ну, в крайнем случае, отсрочить его смерть. Там распилить потом по частям, вот как бы распродать, там причинить как бы каким-то региональным игрокам. Вот. Но они целенаправленно решили показать, что они могут решать системные проблемы. А вот как они это делают, мы сможем увидеть в ближайшие 60, ну, 30-60 дней. Короче, факт остается фактом. Это не Лемон Брадерс, и это не удар страшный по мировой экономике, по мировым финансам. Это локальное возмущение, не более того. Но ты знаешь, что интересно? Обновременно ты с этим Китай что сделал? Запретил просто, вывел за сколки всех тех, кто занимается криптой. То есть понятно, что, ребят, мы банкротим, естественно, вы все очень любите выводить свои деньги за рубеж, все, баста. Больше китайцам не разрешено выводить деньги за рубеж через крипту, ибо обладание криптой, участие какое-то в крипте – это криминал. То есть люди выведены просто за грани закона. Есть у тебя криптопошелек, иди сюда. Мне кажется, что они очень жестко действуют. И вот ты знаешь, для меня даже важно не это. В конце концов, это внутреннее делают китайцы. Ну, хотят они сажать своих криптунов. Ну, сажайте, хотя, по-моему, это бесчеловечно. Ну, реально бесчеловечно. Криптуны не являются врагами ни общества, ничего. Ну, нормальные ребята занимаются своим делом. Надо понимать, что на самом деле значительная часть ферм, именно китайская на самом деле, и они очень серьезно влияют на рынок. Плюс ко всему, в чем особенность? Китай понимает, что крипта – это способ вывода средств. Ты забил внешний рынок, и ты ограничил для компании соответственно вывод. Куда? Вот какой у тебя переток, что канал большой остался? Это именно крипта. Вот это единственный способ вывода крупных денежных средств. Вот поэтому на самом деле, опасаясь вот именно этого вывода, убивается основная часть крипты – это майнинг. То есть они на самом деле сейчас запакуют значительную часть майнинга. А к чему это приведет? Я тебе уже скажу, к чему это приведет. Это приведет к тому, что у нас на рынок выбросится бешеное количество видеоадаптеров, видеокарт, которые использовались в майнинге. Это приведет к коррекции цен на чипы, между прочим, в перспективе. Потому что представляешь, такое количество, например, просто видеокарт на рынке может появиться, если максимально развыплатить, как бы, торпедировать китайский майнинг. У них там одни в ядроузлах целые фермы стоят. Да, они немножко по-другому майнинг уже стоят, но не принципиально. То есть на самом деле это может привести к очень серьезному удару покупнейшим производителям видеокарт. Потому что если на рынке появится большое количество бесплатного продукта, жилья для предыдущих поколений, то это, конечно же, поддавит цену. То есть с этой точки зрения, если это полностью будет реализовано, так сейчас собирается сделать Китай, если на это среагируют массовые продажи, это приведет к очень серьезному просаживанию AMD, Nvidia и, скорее всего, по дороге еще за день принтов. Ну, они там с видеокартами собираются выйти, но в меньшей степени. Вот AMD и Nvidia очень серьезно потеряют от того, что Китай пытается забороть крипту. Ну да, шортить мы, конечно, с тобой не будем. Шортить – это опасно, но, по крайней мере, покупать этих ребят, наверное, не стоит. А если есть, может быть, стоит избавиться. Вот, ну что, Дим, у нас с тобой еще есть несколько очень интересных тем, я знаю, что ты сегодня садоторопришься, у нас будет сегодня немножко укороченный выпуск. Извините, друзья, мы все живые люди иногда, вынуждены куда-то торопиться. Мы обычно записываемся по субботам утром, но сегодня записываемся вечером пятницу. Ну, ничего не поделаешь. Вот, поэтому смотри, в действительности у нас с тобой есть еще парочка интересных тем. Прежде всего, тема Турции. Дело в том, что неожиданно турецкий Центробанк бах и понизил процентную ставку. Все уже успокоились к тому времени. Как бы понятно, что вроде турки осознали, что при инфляции своей там 19 процентов лучше не трепухаться и тихо сидеть со своей ставкой и не дергаться. То есть за этим действием вот такие вот уши Эрдогана видны. Это понятно. Мне только одно непонятно. Ну вот нахрена? Он уже несколько раз огребал. Он уже несколько раз получал проблемы. И снова снижается на процентный пункт процентная ставка и летит тарап-тарапом процента на 4 турецкая лира. Нет, если он хотел помочь своим экспортерам, то, наверное, красавица. Но зачем? У тебя есть какие-то объяснения? У меня нет. Мне кажется, господин Эрдоган понимает, что, ну то есть, собственно говоря, тормозить рынок крайне сложно. То есть мы видели заградительные ставки в исполнении Турции. Они не помогают особо в перспективе. То есть единственный способ, каким образом сейчас можно поддержать экономику, а сейчас, например, закончится туристический сезон, соответственно, основной драйвер, в том числе как бы по крупным агломерациям. Вот следующий период начнется только зимой. И до этого, для того, чтобы форсировать рост, экспорт прежде всего, я так понимаю, он пытается как бы смягчить денежно-кредитную политику, сформулируем так. Мы все знаем, что как бы его окружение, есть советники, которые ему прям вот советуют это делать постоянно. Уже не один глава ЦБ об этом как бы обломал свои конечности. Я напоминаю, что он их выносил именно из-за того, что они придерживались более жесткой позиции к этому вопросу. То есть они предлагали, соответственно, подсократиться, вот, соответственно, поджаться, привести не очень популярные меры, между прочим. Но Эрдоган это делать очень сложно. Во-первых, прошел эффект Карабаха, прошел эффект Сирии, прошел эффект Ливии. То есть на самом деле Сирия начинает смотреть на экономику. И с этой точки зрения сейчас необходимо принимать какие-то экономические решения. Я напоминаю, что у Эрдогана, как он правильно сказал, не особо сложились отношения, не задались отношения, я так переведу, с Байденом изначально. Скажем так. Соответственно, и поэтому, как будут дополнительные финансовые поддержки, вряд ли ему стоит ожидать. Что же самое касается Европейского Союза. После ухода Меркель, там могут появиться радикальные коллеги, которых тут будут очень специфически относиться. И Зеленый, и СДПГ очень специфически относятся к Эрдогану. Я уже не говорю про даже лажь того же самого. Дим, тогда извини, что тебя перебил. Тогда объясни мне, зачем Эрдоган в этой ситуации ссорится с Россией? Ты знаешь, что на последней сессии ООН, я на ссамблее, Эрдоган наезжал на Россию, почему он все прекрасно понимает, но тем не менее брал и откровенно говорил вещи, ну скажем так, которые неприятны российскому МИДу. Зачем? Я не понимаю. Эрдоган у нас считает, что Трамп – это самый веселый политик или правильный политик в истории существования человечества. Почему? Он играет так же, как он. Он называет Турецкий Трамп. Что он делает? Он повышает ставки перед переговорами. У нас сейчас будет встреча в Сочи. Мы будем договариваться по газу. По тому самому газу, который сейчас стоит в Голландии 900+. Вот. За тысячу кубометров. Ветки, которые идут турецкого потока в Турцию, конечно же, Эрдоган хочет получить газ подешевле. Цена объема вопроса – это 8 миллиардов кубометров. Подожди, но для этого нужно осветить Россию? Я что-то не понимаю. Для того, чтобы получить сильные переговорные позиции, тебе необходимо, как Трамп, сначала поднять ставки. Если у тебя нечем переговариваться, если ты ничего не можешь предложить, ты предлагаешь свое хорошее отношение. Ты сначала жестишь, потом приходишь на переговоры и, соответственно, смягчаешь позицию. Рассказываешь, что на самом деле ты целостность Российской Федерации тоже ценишь. Что на самом деле, естественно, спина к спине мы боремся с терроризмом и со всем остальным. То есть ты пытаешься продать изменения своей позиции. То, что делает Трамп. Сначала вводят жесткие санкции в отношения с КНДР, потом приходят топтаться на границу словами «Я вот снижу их, и за это вы мне что-то даете». То есть на самом деле так называемые жесткие переговоры. С самого начала нарастить ставку, поднять ставку, сделать невыгодное предложение, а потом его отменяете, предложить жесткие требования, что-то себе выиграть. Эрдоган пытается договориться так. Потому что он прекрасно понимает, что переговоры по газу будут очень сложные. Он их ведет на самом дорогом газе за последнее время. И все прекрасно понимают, что если этот газ будет дорогостоящий, также для Турции, это будет очень большой проблемой и сложностью. Особенно для сложной экономики. Экономической ситуации, в которой оказался Эрдоган. Особенно с учетом того, что курс тоже очень высокий. Ну, то есть в перспективе нестабильный. Поэтому с этой точки зрения господин Трамп, по Фреду уговорок, господин Эрдоган пытается усилить свою переговорную позицию. Плюс к чему там не нравится ситуация в Сирии. И он таким образом показывает свою позицию по этому вопросу. Но как бы проблема заключается в том, что внешняя политика очень сильно изменилась за последнее время. И люди как бы всегда все делят на два, понимают, что это внутренняя повестка тоже у каждого из стран. И в любом случае Эрдогану это может стоить дополнительные доллары за тысячи кубометров. Ну да, это все дело. Но, честно говоря, все равно, знаешь, начинается с того, что злит Россия, а потом приезжать. Знаешь, вот просто вот, как ни в чем не бывало приехать в Россию и сказать «Здрасте, ребята, да я тут, собственно, как ты говоришь, плечом к плечу». Но согласись, немножко сложновато и смешно. Ну да ладно, это его личный экзерсис. И если ты это понимаешь, я думаю, что наш МИД и наше руководство тоже, в общем-то, это осознает очень хорошо. Просто хорошо, что у нас переговоры идет не только МИД, соответственно, а еще и экономический блок, который тоже понимает стоимость, ребята. Слова и дела отличаются. Но я напоминаю, Байден перед приездом, перед встречей, соответственно, тоже говорил о том, что могут быть жесткие санкционные действия. Чем дело закончилось правильно? Произошла, естественно, некоторая как бы откатка назад. Поэтому с этой точки зрения, как бы это распространенная практика мировой дипломатии просто, ну, может, не очень эффективная. Я тебе скажу, что находясь в Турции сейчас, я, ну, так, все-таки общаюсь, мне интересно, как турки относятся к Ардагану. И ты знаешь, я вижу, что его политика очень многим не нравится. Ну, там расходная ситуация, у них очень сильно иктор отличается. То есть, как бы, Ардаган — это внутренняя часть Турции в основном. То есть, как бы, это Анкара, это очень, там, ну, такие сельские территории и так подобные. Вот. А вот то, что ты находишься, это, соответственно, территория наиболее развитая, то есть, которая, естественно, связана с городским агломерацией крупным населением. Там, например, так называемое западное побережье, южное побережье, там, ну, и городские, как бы, крупные города. Вот там, соответственно, традиционно идут, находятся там, как бы, сторонники Ататюрка, то есть, там, как бы, более такая светская составляющая, вот. И просто, собственно, противостояние с ними, как бы, составляет, как бы, практически нерв Турции. Да, и эти люди, я с ними общаюсь, слушай, это очень нормальные, абсолютно европейские люди, которым все вот это вот... Ататюрк был абсолютно европейский, ну, относительно человеком. Ну, ты знаешь, я вот ради интереса решил поинтересоваться вообще, что сделал Ататюрк. Могу тебе сказать, что вообще гениальный был мужик. Ну, это, ты знаешь, это надо делать, наверное, отдельную передачу, поговорить о том, что он сделал, как он сделал. Потому что, по большому счету, смотри, вся Турция была под Антан. По большому счету, Турция-то не была. Она сжалась, и, собственно говоря, это была самшелая, такая ветхозаветная страна. Он взял и вот так вот ее перевернул, просто перевернул. Ну, действительно, я считаю, человек был великий. Так вот, последователей этой Турки сейчас становятся все больше и больше. Туркам все это очень не нравится, я имею в виду последние все эти вещи. И это значит, я смотрю, что я не уверен, что на будущих выборах у Эрдогана так все легко получится. Так что все может измениться. И, кстати говоря, ты знаешь, что интересно? Еще лет 10-15 назад, кто был самый большой союзник Израиля на Ближнем Востоке? В Турции, вплоть до того, что они разрабатывали совместные виды вооружений. Сейчас все изменилось, и Турция сейчас это, не скажу, что враг, нет. Но, скажем так, отношения более чем прохладные. Вот так что, мне кажется, сейчас многое может измениться, и многое может еще измениться. Знаешь из-за чего? Американцы начинают выходить. Сейчас они ушли из Афганистана, скорее всего, скоро уйдут из Ирака, так? И непонятно, что будет в Сирии. И вот тогда уже возникает интересный альянс. Турция становится очень серьезным игроком самостоятельно. Она всегда была. И вопрос тогда, как будет роль Ирана расти или падать? Как будет роль Турции? Что будет делать Израиль на иранский вызов? А как мы знаем, на этой неделе, кстати говоря, была очень интересная тема. Американцы дали типа последнее предупреждение иранцам. Либо вы, ребят, садитесь за стол и сокращаетесь в свою программу, либо мы начинаем жестить. Как ты думаешь, это реально к чему-то приведет или это ля-ля-ля? Ну, это попытка какую-то собрать, сделать сборку перед осенью на предмет. Именно, естественно, это говорилось. Потому что Байден обещал собрать отношения с Ираном. Все прекрасно понимают, что ситуация в Ближнем Востоке очень сложная. То есть после Афганистана, как бы, Ушингтон очень сильно потерялись позиции там. И им необходимы победы какие-то, какие-то решения по стабилизации ситуации. Иранский кейс мог бы таким решением быть в представлении Байдена. Но проблема заключается в следующем. В том, что ситуация очень сложная. То есть там есть Саудиты, есть, соответственно, Турция, упоминавшаяся, есть Иран. То есть условия этой сделки тоже не до конца понятны. Вот. Поэтому проблема в том, что, скорее всего, давление придет к тому, что, как бы, он просто, как бы, ничего не приведет. То есть Иран не готов сейчас идти на условия, которые, как бы, есть у Байдена. Байден до конца не сформулировал, кстати говоря. А ему просто не до Ирана сейчас. Ну, на самом деле, да. То есть по факту. То есть, как бы, но вопрос в другом заключается. Когда, как бы, он будет в итоге, как бы, ему необходимо отчитаться о том, что он сделал. Он сейчас создает свой дембельский альбом. То есть, Вишлис. То есть, то, что он закончил. Вот. А проблема заключается в том, что, как бы, в этом списке там есть разные пункты. Но на международке они очень специфические. То есть, я вышел из Афганистана. Ну, так бы, это не самый лучший вариант, как бы, единственная галочка, которая есть на международной арене. А если он сейчас еще рассорится с Германией за северный поток, например, и с Францией, уже рассорился в той или иной степени, нестабилизировал отношения, то все будут считать, что он провалил международ. То есть, он новый Трамп. Он самоизолировался как по-другому. Ты знаешь, для американцев международные отношения в последнее время – это гораздо менее важный приоритет. Если это не права человека, не зеленая энергетика. То есть, на самом деле, как бы, это очень важная тема внутри самой США. И они, как бы, все равно, то есть, для них важно, как бы, на них реагировать внешне. Поэтому, я думаю, что, что-то все равно, как бы, с места в ближайшую неделю точно не ответить. Скорее всего, да. Друзья, у нас еще огромное количество интереснейших тем. Это и то, что АСР понизило прогноз по темпу мировой экономики, причем значительно. И то, что Байден ослабил ограничения для привитых, так сказать, туристов – это тоже очень важно. И новые удары по бедным и несчастным ребятам из Робин-Гуда. Ну, я смеюсь, насчет бедной несчастности. И то, что у нас в России, между прочим, самозанятые, у них тоже сейчас все изменилось. Представляешь, им теперь начинают выплачивать больничные декреты. Тоже интересные, между прочим. Ну, европейская традиция, между прочим, с Британией пошла. Ну, да. И то, что Европа, с одной стороны, энергетическое агентство, с одной стороны, кричит Россия, ну-ка, немедленно поднимай объемы прокачки газа, а с другой стороны, борется с северного топа. Значит, с одной стороны тебя это самое просят, а с другой тебе дают челбану сверху. Вот. Это, конечно, очень интересно. И вообще тем сейчас очень много. Но, к сожалению, у нас сегодня немножко ограниченный бюджет по времени. Поэтому, Дима, я каратейко перейду к предстоящему. В следующей неделе. Чего у нас там такое интересное будет? Ну-ка, освети своим прожектором будущее. Ну, смотри, взоры мира будут направлены в понедельник на Германию. Потому что там закончатся выборы 26 числа. Вот они считают, достаточно быстро, оперативно надо заметить. Вот. Поэтому мы уже узнаем о раскладах примерно в понедельник. Ну, вообще, сразу же по закрытию участков, но общая расклада в понедельник. Как работать будет система? В Германии очень специфическая система выборов. Она тоже двух из одномодатников там есть и пропорциональная. Но там, как бы, очень нестабильная позиция по депутатам. Вот. И там надо будет рассчитывать определенные вещи. В любом случае, на ближайшей неделе, скорее всего, с понедельника, начнутся консультации между победившими партиями о создании коалиции. Ни одна партия сама по себе полностью правительство не сформирует. Поэтому консультации начнутся сразу же. Мандат на это представит президент Германии. Вся эта история начнется в понедельник. В зависимости от того, как проголосуют избиратели, а очевидно, что ни одна из партий фундаментально не победит, будет зависеть, собственно, эти конфигурации. От этого будет зависеть, собственно говоря, и будущее Европейского Союза, отношение к газу, отношение к зеленой энергетике, ко всему вышеперечисленному. Мы все эти расходы плюс-минус давали, но все будем смотреть, конечно же, наблюдать, что будет происходить в Берлинге. Если кому-то интересно, там будет онлайн-марафон весь, прямо уже в воскресенье. Его имеет смысл хотя бы в последней части посмотреть. Кроме того, у нас в понедельник будет несколько встреч, соответственно, по Вьетнаму. Будет приедет министр национальных дел, будет, соответственно, здесь находиться. В Вьетнаме у Российской Федерации есть несколько активов, в Толкте-Зарубежнеф, например, Совет Петро, так называемый. Совместный актив мы там добываемся. Кроме того, мы все помним, что Вьетнам собираюсь сейчас включить в антикитайский хорду. Но, помимо этого прочего, у нас там много разных экономических интересов присутствует. Встречи будут сначала с Лавровым, а потом еще будет встреча с Чернышенко. Это вице-пример, который занимается различными вещами, начинает период, начинается многими направлениями. Вот как бы этот вопрос будет принципиальным. У нас, соответственно, 27-го числа понедельник Усула фон дер Ляйн, кстати говоря, одна из бывших в свое время преемников, Анжела Меркель, бывший министр обороны Германии, поедет в Румынию, там предоставит план поддержки страны. Достаточно объемная составляющая. Там как раз переговоры начнутся. Достаточно объемный документ, но все на него смотрят, потому что это интересный вопрос взаимодействия Европейского Союза с странами Восточной Европы, особенно после того, как Европейский Союз фактически заморозил программу поддержки Польши и Венгрии, как мы все прекрасно знаем. А в чем прикол Румынии? Это небольшая, весьма бедная страна. Там, соответственно, переговоры по национальному плану восстановления будут. Там, соответственно, Европейский Союз собирается поддержать Румынию с точки зрения восстановления протокарномирусной инфекции. То есть там очень сложная экономическая ситуация сейчас. И сейчас к Европейскому Союзу могут возникнуть проблемы в периферии. При этом, если раньше основной программы, как мы знаем, было, соответственно, Южное Евро, то сейчас это может быть Восточная Европа, которая серьезно пострадала по некоторым направлениям. Польшу плюс-минус держится. А вот, например, Румыния, например, соответственно, в меньшей степени Чехия, соответственно, другие страны. Там могут быть некоторые сложности. Кстати говоря, это вообще в целом будет турне. И она, Суна-Понделяй, во вторник будет в Албании. Вот. У нас министерская встреча страны Сиан вместе с главой на Генассамблее, то есть в Нью-Йорке будет происходить. Кроме того, у нас глава ВОЗ в среду будет выступать в США в Колумбийском университете. Рядом с Нью-Йорком, естественно. Вот. И там может быть обозначена в том числе позиция по программам вакцинирования Африки. Я напоминаю, что там менее 10% вакцинированы. Это, наверное, проблема сейчас, которая возникает. Но это гигантский рынок. Программа Ковекс, которая работает, соответственно, под эгиды ООН, она предполагает, ВОЗ, она предполагает, например, большое количество поставок вакцины субсидированной, то есть со скидками. Вот. Если эта программа будет запущена, это целые рынки для производительных вакцин. Начинают Модерна и заканчивают, соответственно, Гамалеи. Но в большей степени это, конечно же, Модерна, это Джонсон и Джонсон, это Африс Зенека в прошлом. Вот. То есть, как бы, это важная составляющая. Что у нас еще есть? У нас есть, собственно говоря, среда, на российской повестке самый важный день будет это именно среда. У нас приезжает президент Эрдоган в Российскую Федерацию. В Сочи. Ну смотри, на самом деле формально по идее он должен быть в Сочи, но по идее, естественно, он будет в Москве. У меня есть такие подозрения большие. Вот. Переговоры будут касаться вопросов Сирии, Афганистана. Я напоминаю, связанный частичный аэропорт Казахстана, но самое главное, это газ. Цены на газ. По итогу, если будет представлено какое-то соглашение или пойдут утечки, как бы следите за ценными влагами газовой монополии. Потому что тот самый турецкий поток, который обходит, соответственно, южную часть, он первые две ветки идёт именно в Турцию. И от цены газа на Турцию в том числе зависит, как бы, соответственно, перспектива всех прокачек. Соответственно, также у нас будет также у нас будет пятница, важный день для Китая. Если кому-то интересно, это годовщина основания Китайской Народной Республики, КНР. Там 72, как бы, но всё равно. Они традиционно-то правдуют, традиционно, естественно, будут выступать, в том числе будет заявление по поводу ситуации с непосредственно Тайванем. Некоторые обострения мы будем внецентрировать точно. Соответственно, выборы в Конституционный совет Катара одного из представителей жирного природного газа. Это у нас будет в субботу, но там, соответственно, ситуация не сильно как бы интересна. Также на следующей неделе будут переговоры по, соответственно, голубому топливу, в том числе не только соответственно с Турцией, но и непосредственно с Европейским Союзом. Также, напоминаю, у нас станет известно, человек, я напоминаю, в цепрезидент по финансовым операциям, замглавы, зампред, вот, его отпустили под домашний арест, вот, в ноябре будет суд, окончательно, соответственно, условия мы узнаем в понедельник или в среду, во вторник, но это по американскому времени, естественно. Слушай, а вот, кстати, по поводу ареста вот этого парня, мне, честно говоря, не совсем понятна эта история. Понятно, что он гражданин США и что налоговая такая организация, которая может поставить, так сказать, в правильную позицию любого, но ты мне объясни, это просто чисто его частное дело или это не, что-то большее за этим стоит? Тем более, я посмотрел сумму залога, 80 миллионов долларов, сумасшедшая сумма. При том, что его объявляют, по-моему, на 96. Там особенность заключается в следующем. Вот мы в понедельник и в авторе как раз узнаем, это либо просто история с конкретным топ-менеджером, либо удар по новотеку, и поэтому акции новотека среагировали на неопределенность. Особенно они, значит, отреагировали, ну, там, в несколько процентов. Потому что они не знают как раз разницу между ударом по топ-менеджеру или ударом по самому новотеку. Почему? Он отвечал за все финансовые проводки, за все финансовые схемы взаимодействия в том числе с нерезидентами, в том числе с Китая, который вошел, соответственно, в Ямал СПГ, он отвечал за Арктик СПГ, то есть за самих финансовых схемах. Если ему будут предъявлены жесткие требования, если, помимо него, соответственно, куда кто-то еще попадет, вот, и, соответственно, правление, это будет означать, что это просто удар по новотеку. И тогда имеет смысл обратить внимание на акции новотека. Если же будет объявлено о том, что у него, он может спокойно заниматься экономической деятельностью, если будет объявлено о том, что у него будет поражен в правах, это будет означать, что это просто по нему удар как по предпринимателю. То есть, грубо говоря, это как раз эффект, который мы видели на Тинькове. Когда непонятно было, его, соответственно, прессуют как бы из-за банка, или его прессуют из-за того, что он как бы как предпринимателя, поэтому, ну, как бизнесмена. Поэтому на самом деле сейчас вопрос как бы будет решаться. Если удар просто как по предпринимателю, новотек быстро отскочит, потому что с цены на газ, он больше всего получает преференции от высоких цен по СПГ. Если же это давление долгосрочное, с какими-то, естественно, последствиями, вот, то, конечно же, как бы ценные бумаги будут давлять. Чего-то я не думаю, что это сильное давление. Скорее, это частная история. Ну, посмотрим, действительно, не буду спорить. Ну, мы это всегда... Ну, что, в камере, я тебя спасибо. На днях и узнаем. Друзья, спасибо вам за то, что были с нами. День. Спасибо тебе. Беги скорее на свои встречи. Всего самого доброго и до встречи на следующей неделе. Удачи, Дальше. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok